Путин начал зачистку. Первыми, кого он начал кошмарить, так это своих ближайших подельников. Все они пропадают при невероятно загадочных обстоятельствах. Кого-то в отставку, кто-то за решеткой, а по ком-то совсем отсутствует информация. Военные, спецслужбы, чиновники и даже Шойгу лишился формы. Что это? Паранойя? Или Путин, как обычно, решил лично разобраться? Сейчас узнаем. Поэтому совершенно очевидно, что если что-то и могут делать, так это выборочно. Вот выборочно, наверное, если есть какие-то особо злостные факты оставления, как они считают, в трудной минуты государства и руководства, может быть. Я в этом, конечно, не уверен, но теоретически, гипотически это возможно. Мы знаем, что там до этого они мстили тех, кого считали предателем, там утравили скрипарей, утравили гебривых в Болгарии, которые участвовали в торговле оружием, ну и так далее. Там были другие случаи расправ в Берлине, как говорится, далее везде. Исчез, например, руководитель пятой службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергей Беседа, который отвечал за украинское направление. 11 марта стало известно, что Путин из-за неудачной военной кампании в Украине ищет крайних. Ими оказались руководители отделения внешней разведки ФСБ Сергей Беседа и его заместитель. И это не первый провал ФСБшника. Во время Майдана 2014 года Беседа был в Киеве и должен был удержать Виктора Януковича у власти, но не смог. В 2022 году через полторы недели после начала войны Сергея посадили под арест. Претензии к нему разнились от плохой разведывательной информацией до неправильного использования бюджетных средств, которые были выделены на подрывную работу на территории Украины. Интересно, что в тюрьме Беседа находится под чужим именем. Официальное обвинение хищения средств на работе службы. Именно его ведомство якобы подавало Путину информацию о ситуации в Украине перед вторжением. В середине марта по приказу Путина арестовали заместителя начальника российской национальной гвардии Романа Гаврилова. Три независимых источника сообщает, что заместитель начальника Росгвардии генерала Романа Гаврилова задержала ФСБ. Гаврилов также ранее работал в Федеральной службе охраны, в службе безопасности Путина, пишет Христо Грозев. Причины задержания не называются. Некоторые источники убеждают, что это из-за утечки военной информации, приведшей к гибели людей. Еще двое утверждают, что это было расточительное использование горючего. Открываем твиттер Грозева и смотрим, как развивалась его ветка. Так, задержали. Непонятно за что. Следующий интересный ретвит. Это 100% фейк. Я только что лично с ним общался, пишет Александр Хинштейн. И чуть позже русская медиа пишет, что он, Гаврилов, якобы уволен. Наверняка вы помните, да, из истории, как для Ленина печатали отдельный экземпляр газеты. Вот для того, чтобы он узнавал новости, которые далеки от реальности. На самом деле и в России это давно уже происходит с 2014 года, когда сам Путин подсел на собственную пропаганду, и эта пропаганда стала вот такой шей, да, для головы. Странности продолжились. На, казалось бы, дом, кого никогда не могли бы посадить. Владислава Суркова. Он под домашним арестом. Чтобы вы понимали, что он самый приближенный, вот кратко о нем. Начинал Владислав свою деятельность в Кремле параллельно с Путиным. И в 1999 году, когда Путин возглавил правительство, Сурков стал заместителем руководителя администрации президента России. Создал Единую Россию. Именно он придумал пропагандистскую концепцию. Стал идеологом массовых проплаченных мероприятий, которые создавали картину народной любви. А также является автором идеологии «Суверенная демократия». Внезапно гром среди ясного неба. В мае 13-го, после более чем 10 лет успешной политической службы, Владислав Сурков подает в отставку. Потерей правительства стал Владислав Сурков. Очень значимая и во многом знаковая фигура. В 2014 году Сурков занимается тайной дипломатией. Ездит на встречи к Януковичу. В 2016 году в сеть слили переписку Суркова с представителями самоправосглашенных марионеточных республик. Нет, нет, голосуйте за акт вы, две республики голосуют. Вы же утверждаете. Поэтому там надо базу изменить, надо, чтобы все-таки у вас была полная свобода рук, и чтобы вы все утверждали. А не как они там нарисовали наоборот. Не секрет также, что Сурков лично консультировал коллаборационистов Захарченко, Плотницкого и Пушилина. Хотел бы сказать огромное спасибо помощнику президента Российской Федерации Владиславу Юрьевичу Суркову. В 2021 году политик все же продолжал говорить о русском мире, в котором русский – высшая раса. А потом весной 2022 года Суркова посадили под домашний арест. Пока проводится следственное мероприятие по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года. Интересно, что в Кремле заявили, что не располагают информации о том, что бывший помощник Путина находится под домашним арестом. Что с ним теперь – неясно. А вы напишите, куда пропадают неугодные власти бывшие прихлебатели. Тут таких много еще будет. А что с ними по итогу – непонятно. Сомневаюсь, что они на Мальдивах. Хотя, напишите в общем. Они это делают для того, чтобы спасать собственные шкуры. Это одна мотивация. Другая мотивация для того, чтобы поддерживать граждан России в состоянии мобилизации и сплочения вокруг Путина. Чистки провели в том числе из-за опасений Путина, что кто-то мог передать планы Российской Федерации напасть на Украину западной разведке. Заявление одного из начальников и руководителей Генштаба, который сказал, что, ну, примерно я сейчас процитирую, что сейчас Россия воюет против всего мира. Ровно так же, как и 70 с лишним лет назад во время Великой Отечественной войны. Тогда тоже весь мир воевал против нас. То есть, ну, это, понимаете, это команда идиотов, необразованных людей, которые даже не в курсе, что вообще-то во времена Второй мировой войны был блок, что и американцы поддерживали. Также два блока, которые конкурировали, и был Лизбелл, и поддержки, и прочее. Они даже этого не знают, понимаете? С должностей отстранили командующего Черноморским флотом адмирала Осипова. В настоящее время он находится под арестом. А все из-за того, что по его вине произошла эта невероятная эпопея с крейсером Москва. Затонул, не затонул, лакурок, ракеты, без жертв, есть жертв, ну, вы поняли. Министр обороны России Сергей Шойгу отстранил от исполнения обязанностей командующего 6-й общевой войсковой армии, генерала-лейтенанта Ершова, обвинив его в огромных потерях личного состава. Шойгу, кстати, худший из министров обороны. Тот же Сурков или Иванов А. Это уже отдельная тема для ролика. Если интересно, напишите. Продолжим. Отстранили также командующего 1-й танковой армии Западного военного округа, генерал-лейтенанта Киселя и одного из заместителей. В частности, высшее руководство недовольно большими потерями и неудовлетворительной подготовкой армии. По этим же причинам отстранили генерал-майора Морзоева, а за неудовлетворительное материально-техническое обеспечение Пономарева. Ну, если мы и так понимаем, что режим занимается устранением своих оппонентов, врагов и так далее, почему они не будут разбираться с теми, кого они считают предателем и сбежавшим из их системы? Тем более, сейчас такая ситуация, когда они именно болезненно воспринимают, ведь народ бежит, и на самом деле действительно очень много случаев похоже на какие-то там сведения счёта. Я почему так говорю? Потому что опыт у них есть, возможности есть, агентура там валом вали, она сейчас не сильно занята, потому что война идёт. Вот поэтому, конечно, такое всё может быть. И для них сейчас очень важно допустить бегство крыс с корабля в большом слишком количестве, потому что эти крыс много знают чего, и они могут начать говорить. Они вот этого, наверное, боялись. Ну, я ещё раз подчёркиваю, это конспирологическая версия, Меня, например, очень сильно смутило совпадение до деталей. Либо СМИ неправы, и просто они там один случай применили к другому обстоятельству, но либо действительно какое-то странное совпадение, а ведь странное совпадение в деталях это почерк называется. У серийных убийств это называется почерк. Странно, всё же идёт по плану. Например, отрицательную жизнь получили уже 22 тысячи орков. А по информации расследователя Биллингкэт, расправа ждёт 150 сотрудников ФСБ, которые занимались Украиной до начала полномасштабного вторжения. Ещё в Испании найдены мёртвыми российский миллионер Газпрома, его жена и дочь. Это уже второй подобный случай за три дня. Что по итогу? Даже самые верные псы Путина поддаются репрессиям, и я подозреваю, жесточайшим. Некоторые настолько боятся последствий, что убивают себя и всю свою семью. И самое важное, сейчас Россию будут ждать одни неудачи, и кто-нибудь из высшего эшелона власти станет главным виновником торжества. Спасибо, что подписываетесь, ведь уже 75,6% смотрят нас без подписки. А также, если вы хотите помочь нам в этой нелёгкой информационной войне, подпишитесь и поделитесь с друзьями этим видео. Ну или можете помочь финансово, став спонсором. Или загляните в описание, там много способов. Слава Украине! Живе Беларусь! Нет войне! Слава Украине!